Стать потенциальным спасителем жизни просто. Нужно оставить заявку на сайте Национального регистра доноров костного мозга. В течение месяца вам придет заказное письмо. В конверте анкета, две палочки для взятия мазка с внутренней стороны щеки, конверт с инструкцией и конверт для обратной отправки с адресом. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить почтой. Пересылка образца для добровольца бесплатна. Ее оплачивает Почта России. Если раньше, чтобы вступить в регистр человека, нужно было обратиться в медицинское учреждение, сдать кровь на анализ, то сейчас человек может взять биоматериал сам у себя и отправить заявку свою на вступление в регистр. То есть намного все упрощается. И особенно актуально это стало сейчас, в период пандемии. Потому что донорские акции проводить сложно, а потребности в трансплантации костного мозга, они остаются. Возможность вступить в регистр доноров костного мозга без визита в лабораторию для сдачи крови появилась благодаря совместному проекту Почты России Национального регистра доноров костного мозга и Русфонда. Заявки на вступление в регистр получили от 79 регионов России, в том числе от Мордовии. Проект стартовал в июле этого года. И уже первый месяц и показали большой интерес россиян к этому проекту. Дело в том, что проект помогает людям, даже из самых отдаленных уголков России, вступить в регистр доноров костного мозга. Регистр сформирован, чтобы спасти жизнь человека. Пересадка костного мозга, как правило, последняя мера после всех испробованных возможностей помочь больному.